Добрый день! И мы снова подводим итоги нашей рабочей недели. Сегодня в первую очередь хотелось бы поговорить о том, что зима все-таки завершилась. Зима была непростая. Сейчас мы переживаем это последствия этой зимы. Очень много в городе выпало осадков. Мы столкнулись с достаточно сильным гололедом. Мы столкнулись с затяжной зимой, с затяжными осадками. И, естественно, в городе было высыпано большое количество песчано-соляной смеси. Это тот песок, который мы сейчас видим на улицах города. Сотрудники нашего КП городские дороги ежедневно и, скажем так, еженочно занимаются уборкой улиц нашего города. Но, повторюсь, объемы достаточно большие и это работы много. Уверен, что в течение двух недель город мы уберем полностью. Но, помимо этого, хотелось бы отметить, что на следующую зиму мы готовимся применять новые технологии, которые нам это позволят все-таки в меньшей степени использовать в городе песок. Это будут новые ингредиенты, которые сейчас мы думаем, как можно использовать. Нам необходимо подготовить технику, некоторую надо переоборудовать. Ну и, естественно, ведем финансовые расчеты, то есть будет ли удорожание, либо нет. И, развивая тему наших автомобильных дорог и основных магистралей в городе, не могу не коснуться Ивановского путепровода. У нас уже есть на руках заключение о том, что он находится в аварийном состоянии, как в народе называется Ивановский мост. Более 55 лет функционировал без ремонта капитального. И сейчас уже действительно по мосту движение необходимо ограничивать, так как мост находится, как я уже сказал, в аварийном состоянии. Мост готовим к реконструкции. И на первом этапе сейчас департаментно-транспорта совместно с УДХ занимается организацией дорожного движения в объезд. Новые схемы составляют, согласовывают их это с полицией. Уже подготовлены водоналивные блоки, чтобы ограничить это движение. Также механические там ограждения. По мосту будет это движение доступно только в одну полосу в каждую сторону. И техника не тяжелее 5 тонн. Что это значит? Все грузовые машины будут идти в обход Ивановского путепровода. Также весь пассажирский транспорт, что касается автобусов, что касается электротранспорта, будет также с моста переведен. По электротранспорту уже сейчас сделали новое разворотное кольцо, которое находится на улице Рихтера в сторону торгового центра Таврия. И начиная с 15 по 20 число ориентировочно эти маршруты уже будут функционировать по новой схеме. А движение автотранспорта по Ивановскому мосту, как я уже и сказал, будет ограничено. Это действительно вызовет какие-то неудобства, но все должны понимать, что реконструкция моста на данном этапе необходима. Зато после этого мы получим в Одессе хороший, современный, новый путепровод с новыми развязками. Также развивая уже сегодняшнюю тему автомобильных дорог, загруженности автомобильных дорог, загруженности нашего центра города, хотелось бы рассказать о том, какую новую, скажем так, инициативу мы готовим. И я думаю, в апреле, в мае месяце мы уже начнем эту работу по новому регламенту. Что это значит? Мы хотим ограничить заезд в центр города в часы пик розовых машин, которые занимаются подвозом товаров в магазины, разгрузкой товаров. Я думаю, многие сталкивались с тем, что где-то на улице Канатной, либо на улице Екатерининской в часы пик подъезжают машины и начинают возле магазинов вести выгрузку товаров. Также машины, которые развозят бетон, бетоновозы, либо еще какие-то материалы по стройкам, также не будут иметь возможности в час пик заезжать в центр города. Я думаю, нам это поможет достаточно серьезно разгрузить улицы города в часы пик. Такое решение мы уже выносим на рассмотрение исполнительного этого комитета и надеемся, что получим по нему положительный результат. На завершение самую важную новость. Хотелось бы сказать, коснуться самой важной темы. Новостью это назвать тяжело. Я хочу поздравить всех наших женщин с 8 марта, с Международным женским днем. Знаете, многое можно говорить, долго можно говорить. Хотелось бы коротко о самом-самом главном. Все, что мы, мужчины, делаем, мы делаем это ради вас. Вы нас вдохновляете на все наши поступки, и поэтому вам за это большое спасибо. Еще раз всех женщин с 8 марта. И, как всегда, видимся через неделю.